Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем вас в поселке Витязева. Мы находимся на улице Светлая, 21-23. Здесь два корпуса. Это пансионат Витязева Family называется. До моря здесь крайне близко, потому что мы уже ниже Южного Кольца находимся. Пойдемте знакомиться с этим чудесным местом отдыха. С бассейном, детскими игровыми комнатами, парковками. Здесь кипит курортная жизнь. Вот с левой стороны первый корпус, здесь второй, а между ними как раз-таки та зона отдыха. И отдыхающих здесь очень много уже. Я спросил отдыхающих, чтобы не слушать хозяев. Отдыхающих стали 5 минут, ходят до моря, метров 350 до пляжа. Здесь мы зашли в зону ресепшена. Здесь можно разместиться, есть сейф и регистрация происходит. Работает кондиционер, комфортно и хорошо. С правой стороны Александрийский проезд, с левой стороны проезд красивый. И здесь на первом этаже как раз-таки парковка. Она входит в стоимость, по наличию мест оставляйте свои машинки под видеонаблюдением и охраной. Это прям круто. Детская комната находится на первом этаже. Здесь самое главное, друзья, что вы можете с собой не везти игрушки своих домов. Набор здесь большущий, есть детские столики, пуфики. Можно прийти в любое время провести со своими детьми здесь время. Также на первом этаже имеется спортивный зал. Но то, что доступ есть постоянно, вы можете прийти и позаниматься. Здесь есть набор всех базовых тренажеров. Работает кондиционер, очень комфортная обстановочка. То есть вы постоянно сможете себя поддерживать в спортивной форме. Мы поднялись на второй этаж. Это самое главное сердце этого отеля. Два бассейна взрослых, два бассейна детских. Такая зона отдыха с видом на улицу светлую. Там есть булгала для отдыха. Все бассейны с подсветками, с подогревами, в которых вы можете отдыхать. Сзади у них находится шезлон, где можно загорать. Также есть булгала и барная территория. Видите, какую они ее продолжили над подковкой. Есть душевые, которые можно принять. То есть вам будет, в принципе, вполне себе комфортно. Также в правом углу имеется детская площадка. Детская площадка с прорезиненным покрытием. Есть возможность отдохнуть взрослым, ну, а детям покататься с горок и полазить. Что еще надо, чтобы уменьшить ночную активность. В общем, зона довольно-таки красивая и привлекательная. Перемещение по корпусам осуществляется при помощи вот таких вот красивых лифтов. В каждом корпусе он свой. На этажах имеются гладильные доски с утюгом. Детские и взрослые анимации в отеле идут каждый день. Можете увидеть, как люди в бунгалах загорают на солнышке. На втором этаже смотрим номер трехместный, стандарт. Доступ в номер по картам. И также электричество включается с карточки. Вставляем, загорается освещение. С правой стороны есть место для верхней одежды, сумочница. В шкафу имеется холодильник и дополнительные полки для ваших вещей. Проходим в номер. Здесь две кровати, двухспальная и односпальная. Между кроватями имеются прикроватные тумбочки и бра. Также очень красиво изголовье. В номере имеется своя сплит-система. Напротив кровати имеется стол, набор чайной посуды, пуфик и зеркало. И напротив кровати висит телевизор. Выходим на балкон. Балконы есть во всех номерах. Здесь с видом на соседний отель. Балконы выглядят вот так. Имеется стол, два стула и веревочка для белья. Смотрим санузел в этом номере. С правой стороны раковина, зеркало, фен, мыльные принадлежности. По прямой у нас душевая зона. Она просторная. С левой стороны имеется унитаз. Отдыхать в этом номере сегодня можно за 7400 рублей. Это без питания. Также можно получить полный пансион. Обо всем этом уточняйте при бронировании. Находимся на пятом этаже. Посмотрим с вами двухкомнатный люкс номер. Размещение здесь до пяти человек. Доступ в номер также по картам. Освещение включается с карточки. Смотрим сначала с вами прихожую. С правой стороны есть место для хранения. Можете разместить вашу верхнюю одежду и ростовое зеркало. По прямой проходим в первую комнату. С правой стороны у нас стоит холодильник. И здесь раскладывающийся диван. Напротив него телевизор. Перекатной столик пуфик. Сплит-система. С левой стороны имеется раскладывающееся кресло. Отсюда есть выход на балкон. Также вокруг у нас панорамного остекления блэкаут-шторы. То есть вы сможете спокойно спать, но при этом можете делать очень красивый себе вид из вашего номера. С левой стороны на этом огромном балконе стоит стол, два стула. Имеется место, где посушить ваши вещи. А также возможность выхода на угловой балкон. Отсюда мы видим конец улицы Светлой, море и саму улицу Светлого. Как здесь кипит жизнь. Ну и сам бассейн со всеми развлечениями сможете приглядывать за вашими детьми. Балкон на две комнаты, здесь один. Смотрим вторую комнату. Она изолированная. Здесь есть большая двуспальная кровать с изголовьем, прикроватными тумбочками, подсветкой. Над кроватью есть красивая картина. С правой стороны сплит-система, с левой стороны место для хранения. Напротив кровати имеется стол с зеркалом. Также телевизор, чайная станция пуфик. Смотрим место для хранения. Вместо для хранения помещается одна Оксана. Есть дополнительное одеяло, подушки и очень много разнообразных отделений. И также можно выйти на тот же самый балкон. Балкон это украшение этого номера, особенно с видом на бассейн. Смотрится это очень красиво. Размещение до пяти человек. Стоимость номера без питания 8 450. Также в номере имеется свой собственный санузел. Здесь зеркало, раковина, фен, набор мыльных принадлежностей. Душевая зона большая. С левой стороны имеется унитаз. Также есть место, куда повесить ваши вещи. Находимся на шестом этаже. Смотрим номер с двухместным размещением. С очень красивыми видовыми характеристиками. Доступ номер по карте. Включаем освещение. С правой стороны находится место для хранения. Зеркалом, сумочницей, холодильником. Проходим в номер. Здесь двухспальная кровать с изголовьем, прикроватными тумбочками, сплит-системой над ней. С левой стороны находится стол, чайная станция, пуфик и большое зеркало. Здесь панорамное остекление вокруг всего номера. Блэкаут штора. Закрывает его. Можно открыть и получить очень много солнечного света. Есть выход на балкон. Балкон здесь также угловой. С правой стороны висит телевизор. Выходим. Отсюда открывается вид на море и зеленое наше витязь. С левой стороны имеется стол, два стула. И также если пройти дальше по балкону, то можно увидеть зону отдыха. То есть можно наблюдать за всеми программами, которые здесь будут проходить. И также пританцовывать под музычку, которая здесь есть. Стоимость отдыха в этом номере 6800 рублей. В номере также имеется самую зону. Здесь они все по стандарту. С правой стороны раковина, зеркало, мыльные принадлежности, фен, душевая зона и с левой стороны унитаз. На третьем этаже смотрим номер для развлечения четырех человек. Дверь, доступ по картам. Включаем освещение. С левой стороны имеется место для хранения. Здесь у нас также зеркало, сумочные соплечики. В шкафу имеется холодильник. Проходим прямо в номер. Здесь у нас четыре спальных места. Есть две односпальные кровати, одна двухспальная кровать, две прикроватные тумбочки. Над ними бра, сплит-система. Напротив имеется телевизор. Также есть стол. Над ним зеркало. Чайная станция. Внизу пуфик. И свой собственный балкон. Выходим на балкон. Балконы здесь все расторные. Также есть стол. Два стула. И тут прям вид сразу же на бассейн. Очень удобно для отдыха с детьми. Также с правой стороны здесь проходит анимация, как я и говорил. Имеется свой собственный санузел. С левой стороны мы видим раковина, зеркало, фен, душевая зона и также унитаз. Отдыхать в этом номере вы можете за 7500 на четвергах. Стоимость без питания. Смотрим пятиместный номер. Доступ также по картам. И освещение включаем по карте. Номер имеет другую планировку. С левой стороны у нас место для хранения. Есть куда повесить верхнюю одежду. Сумочница, зеркало. В шкафу имеется холодильник. Далее проходим в комнату. Здесь по прямой у нас 4 кровати. Одна двухспальная и три односпальных. Друг напротив друга. В номере места очень много. Возле кровати имеется бра, прикроватные тумбочки. Напротив двухспальной расположен стол с пуфиком. Зеркало на сверху. Телевизор. Также имеется своя сплит-система. Снизу находится чайная станция. Из номера можно выйти на балкон. Балкон здесь у нас тоже большой, просторный. Есть стол, два стула. Весто, где посушить ваши вещи. Смотрим санузел. Здесь наполнение стандартное. Раковины, мыльные принадлежности. Есть фен, зеркало. Далее душевая зона. И рядышком унитаз. Отдыхать в этом номере на пятерых вы можете за 7400 рублей. На первом этаже находится столовая. Если вы берете проживание с питанием, то питание у вас сходит. Завтрак с 8 до 10. Обед с часу до 3. И ужин с 6 до 8 вечера. Проходим, смотрим. Здесь питание по системе шведской стол. Шведская линия. С левой стороны начнем. Сразу тут разнообразные снеки. Есть напитки. Молоко, кефир и йогурт. Сухие завтраки. Это у нас обед сейчас, ребята. Зал большой, просторный. Здесь работает кондиционер. Имеются свежие овощи. Дальше запеканка с куриной печени. Салат винегрет. Салат оливье. Первые блюда. Бульон, суп гороховый, борщ. Можно глянуть на борщик. Красиво смотрится. Далее есть в бульон добавка. Это яйцо с зеленью. Соусы. Сметана. Соус кимчи. Кетчуп. Соус. Горчица. И майонез. Далее картофельное пюре. Макароны отварные. Спагетти. Рис. Как все красиво украшено. Рыбка у нас ментай жареный. Далее идут люля-кебаб. Курица. Котлеты куриные. Тефтели в томатном соусе. И окарочка. Обжаренные, припущенные. Хлеб в ассортименте. Фрукты. Фрукты я прям смотрю, ребятки, здесь порадуют. От любителей арбуза. Сезонные наши. Это сливы, персики, яблочки, грейпфрут, апельсин. Но самое вкусное, интересное арбузик. Мы сегодня начнем его дегустировать. Далее. Чайная станция с чаем в ассортименте лимоном. Есть кофемашины. А также это каркаде и лимонный напиток. Все началось питание. Люди пошли на раздачу. Мы тоже набрали покушать. Надеюсь, что будет все очень вкусно. Хотя по ароматике мне прям все очень уже нравится. Ну и желаем приятного аппетита. Как говорится, пускай все получится красиво. Начнем мы дегустацию. По крайней мере, я с первого блюда. Это борщик. Здесь борщ больше похож именно на щи кубанские. Как я люблю борщицу. Горяченький. Аромат классный. И вкус именно такой, как я и хотел. Я не ошибся. Мне тоже вкусно. Все вкусно. Мне нравится всегда. Крюшка тебе зашла? Да мне все зашло. Очень вкусно. По оливье увидел, что оно мне понравится. И наложил много. Вкусненько. Спагетти такого зеленого цвета. Они пикантного вкуса, как мне сказали. И приготовлено с их соусом тесто. Я не с тестом. Попробую. Я попробую. Так и сказали, что и кетчуп, и соусы они готовят сами. Попросили попробовать. Да, это очень вкусно. Я не попробую. Очень пикантный вкус. Уважаю тесто. Попробуй обязательно соус. Прям очень вкусный. Запеканочка. Наверное, один из вкуснейших соусов, который пробуем. 5 из 5, походу. Максимальная оценка. Действительно, соус красный. Самый-самый топ. Запеканочка тоже неожиданно классная. Вот сам уже пустая тарелочка. Очень вкусно. Прям реально. Мне понравилось. Спасибо. Ну что, элементарь? Соль отлично. Прожарим хорошо. Тоже вкусно. Теперь остались котлеточки разнообразные. И бабчики. Соус кимчи. Гуляшки. Вот такое ощущение, как будто реально с мангала выкосняли. Это котлета. Вкусная. И чевтелька. Все три блюда. Все вкусные. И все с разным вкусом. Это очень круто. Вот на заднем фоне мы видим, как тут парень подошел. Убирает сразу состава. Люди покушали. Все хорошо. Очень хочется взять, продегустировать арбузик. Это первый арбуз в этом году. Я, честно, думал, дождусь тех, которые будут у нас уже наши местные. Ну, вот сладко-вкусно. Я так понял, где-то у нас грейпфруты завезли. Во всех отелях, в которых мы бываем, есть грейпфруты. И последнее. Это снеки йогурт. Вкусные. Какие вот детские классные печеньки. Это топленое молоко. Одно из моих любимых. А мне вот эти нравятся. Они с субброжением животных. И для деток. Ребята, тут постоянно тоже все пополняют. Вот, кстати, смотри, макаронное песто самое популярное. Они же действительно вкусные. Ну, и людей кушают здесь большое количество. Это говорит о том, что все-таки питание здесь отличное. После вкусного обеда, дорогие друзья, стоит прогуляться и показать вам собственный пляж. Пансионата Vitisio Family. До пляжа, как я и говорил ранее, 350 метров. Здесь есть абсолютно вся инфраструктура. С левой стороны есть ярмарка с самыми вкусными, прекрасными нашими кубанскими фруктами, которые можете посетить. Ну, а также здесь огромное количество всего по пути продается. И настраиваемся на хорошую, приятную прогулочку. По пути примерно 5 минут. Здесь мы доходим до улицы Серебряной. И уже по тенистой аллее в одном из лучших мест отдыха. Витязел, потому что здесь сделали широкую зону с фонтаном, огромным количеством фудкортов, разнообразными магазинами, скамеечками, мусорками. По вечерам здесь происходит анимация. То есть вы сюда можете приезжать, отдыхать и наслаждаться вот такими территориями. Как бы хотелось, чтобы все наши прогулочные зоны к морю изменились до неузнаваемости. Можете увидеть этот самый трогательный фонтан. Вот в него хинкальная. Это грузинская кухня. Одно из лучших мест, в котором можете прийти, попробовать их блюдо. Сделали здесь, ребята, уже сцену. Ну и много зонтиков со столиками, под которыми в тени вы можете отдыхать, друзья мои. И чуть-чуть остается уже. Мы отсюда видим конец торговых рядов и начало пляжной территории. Перед выходом на пляж температура 31 градус. Кукурузку вот уже по 80 продают, ребята. И доходим до аквапарка Олимпия. Это лучшее место, когда море может быть прохладное, как сегодня. Если честно, работает фонтан. И большой поток людей уже двигается с пляжа. Потхонечку двигаться на море. Смотрите, сколько людей уже покидает все эти места. Ну и, в принципе, поток тех, кто как мы двигается туда, тоже довольно-таки немаленький. С правой стороны наши прелестные, прекрасные дюны с лохом серебристым, зеленые, классные. Именно отличие барханов от дюн, то, что на дюнах есть жизнь. А безжизненные пески называются барханами. Это в пустыне. Поток людей меня очень радует. Это говорит о том, что очень много их отдыхает у нас витязева. Мы видим, что здесь появились батуты. Говорят, там расширяют заборы. С левой стороны у нас это пляжики по выходу с аквамарин на санаторий. И тут можно увидеть наш поворот направо. Здесь надо немножко пройти еще по настилу. И там находится пляж отеля. Оксана, как настоящая жительница пустыни, размеренными шагами двигается к цели пляжной. И вот буквально аквамариновский пляж. Здесь поворачиваемся немножко. И пляж пансионатов витязева фемели. Здесь, ребята, есть душевые зоны. Есть туалет. И большое количество шезлонгов. Вы сами их видите. Сколько есть свободные для вашего комфортного отдыха. То есть максимально близко от аквамарин, детский и ваш пляж для отдыха. Температура воздуха на море показывает 33 градуса. Интересует меня сегодня, конечно, температура водички. Но у ребят есть свой бассейн. И в принципе можно прийти и на море погреться. Те, кто хочет теплую водичку, можно отдыхать непосредственно в бассейнах. Играет музыка, которая спокойная. На баре есть еще переодевалочки. И выход на сам пляж. Смотрите, в температурах все растет и растет. Выходим на пляжную территорию. Люди есть. Это в принципе хорошо. Желтые флаги сегодня. Купание разрешено. Но самое главное, чистейшее, красивейшее и привлекательнейшее море ждет вас. Но прохладно. Хотя людей купается в море много. Температура, значит, почему-то его поднимает. Смотрите, сразу падает, начинает температура над морем. Прямо реально прохладный ветер создается за счет краски того, что он проходит над холодной водой. Замеряем. Помашите ручкой. Тоже из Карелии приехали. Привет из Карелии. Как вам море сегодня? Ну, прохладное. Купаетесь? Нет. То есть берегетесь. А в Карелии не закалились? Нет. Понятно. Ну, я просто смотрю, что сегодня у людей купается больше. Оно же теплее, чем вчера? Или вы вчера не были? Вчера было холоднее, наверное. Ну, значит, температура растет. Северный, холодно. Сказали, уже сегодня, может, плечи будет теплее. Логный летит. Именно так. Вам хорошего отдыха. А вот это... Хорла молоко в актуальность была. Понял. Хорошего отдыха. Так, дорогие мои. Вы сегодня посмотрели Витязева Фэмили. Надеюсь, что вам этот пансионат понравился. Если вы там отдыхали, пишите ваши отзывы. Это очень важно. Показали все, как есть. Без каких-то прекрасных, красных, без выбора каких-то номеров с лучшими видами. Все по-честному. Вы можете приезжать, отдыхать. Вы видели, что людей там отдыхают. Много. Собственный пляж, собственное питание. В общем, все для вас, друзья. Как и должно это быть. И посмотреть, какие красивые облака сегодня вокруг нас. Людей на пляже много. Кто-то говорит, что вода, лед. Кто-то продолжает купание. В общем, курортный сезон идет. Всем привет, Черноморский. Жду вас в телеграме, ребята. Подписывайтесь в Море Оз. Есть ссылочка в описании. А также выигрывайте вино. Либо 500 рублей на счет. Будем рады вам. Мощь и ручкой. Всем пока-пока. И море от Оксаны для вас, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 DimaTorzok. ДimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok. DimaTorzok. DimaTorzok.